Как быстро похудеть после праздников? Первое, это стакан воды. Оказывается, наш мозг плохо дифференцирует чувство голода и чувство жажды. Выпейте стакан воды и в мозг отправится сигнал о загрузке. Кроме того, выпитая вода заполнит желудок и за трапезой съедите меньше. Пить воду нужно при любом порыве поесть, а также за полчаса до предполагаемого приема пищи. Вода помогает не всем, организм некоторых не обманешь. Ноль калорий быстро соображает их метаболизм и требует заправки настоящим топливом. Если вы из тех, кто водой не наедается, пейте за полчаса до еды или во время еды атаки голода овощные соки, например, томатный или тыквенно-морковный. Эти напитки сытнее воды и при этом содержат мало калорий. Третье – кукурузные рыльца. Настой кукурузных рыльц предполагает народная медицина. Напиток обладает сильным, подавляющим аппетит действием. На стакан воды 25 кукурузных рыльц прогреть на водяной бане 20 минут, процедить и принимать по 1-2 столовых ложки 3 раза в день до еды. Четвертое – это отруби и клетчатка. Отруби и клетчатка работают следующим образом. Соприкасаясь с водой, разбухают, заполняя желудок и вызывают чувство сытости. Главное – запить большим количеством воды, чтобы вместо пользы не получить запор. Аналогичный принцип лежит в основе работы экзотических семян – чия. Взаимодействуя с водой, они разбухают, увеличиваясь в размерах в целых 12 раз. А еще содержат кальций, калий, железо и антиоксиданты. Очень полезный продукт. Шестое – семена льна. Бюджетный аналог чия – это семена льна. Стоит существенно дешевле, разбухать в желудке практически так же. Правда, есть одно неудобство. Прежде чем их съесть, семена льна желательно измельчить, например, в кофемолке. Или сварить с ними кисель. Горький шоколад. Горький шоколад благодаря кофеину бодрит, тонизирует и подавляет аппетит. Молочный, кстати, его разжигает. Долька черного шоколада и чашка кофе без сахара – это универсальный способ забыть о голоде. Девятое – это аромотерапия. Приятный способ спить аппетит – это аромотерапия. Если причиной голода является нервный стресс и подавленное состояние, вдыхайте запах цитрусовых. Если зависимы от сладкого, включайте эфирное масло корицы, ванили или муската. Вечерний жор без причины устраняйте, заправив аромолампу венхелем, чабрецом или анисом. Десятое – это ванна Клеопатры. Кстати, злополучный вечерний жор легко окращается в ванной Клеопатры. Добавьте в теплую ванну ароматическую пену, соль, масла и погрузитесь в негу и волшебство. После этой расслабляющей процедуры желание плотно набить желудок пропадет. Добавьте в теплую ванну ароматическую пену.